освещение потому что эти верстаки они есть мы их сделали в прошлом ролике точно помню их камера не ощущает их не видно потому что проблема с фокусировкой решается только большим источником света у нас есть полностью проблема с фокусировкой решается только больше источником света у нас У нас есть полностью смонтированная декорация, которых не хватает бутылок и не хватает... Лёха, ты хоть текст бы написал? И всем доброго дня и добро пожаловать в добрую мастерскую, где мы производим, творим, собираем, мастерим, всякое. И сегодня я хотел, точнее мы будем, ладно, было в планах сделать столешницу, красиво оформить столешницу, сделать фасадики, ручки, ну не за один день, но в принципе плюс-минус вот в таком порядке. Но потом думаю, что нам же нужно делать ещё второй уровень. И если второй уровень сделать после столешницы, то я процентов 400, я изговнякую столешницу и по-любому будут такие комментарии, что сначала можно сделать вверх, а потом низ. Ну, собственно, чтобы мягко уклониться от таких комментариев, мы сегодня будем делать вверх, а завтра будем делать низ. Ну, в принципе, схемка готова. Это три перевёрнутые с замочками от скатывания и креплением. Сделать такие детали нужно 8 штук вдоль стены. В принципе, я думаю, что на такую стенку 4, 10, 8 штук с креплением в 5 саморезов должно, ну, более-менее хватить. Ну, там понятно, что доктор, но тут-то совсем другой случай. Больной, не расслабляйтесь. Орляйтесь! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Другой DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Другой DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А можно еще аккумуляторную? Таков путь. И на подмог к нам пришли две углошлифовальные машинки GIA 5030. Это очень популярная модель среди тех, кто занимается кузовым ремонтом. Она очень сильно зарекомендовала себя благодаря удобному хвату. И ее старшая модель GIA 9050. Одна из любимых моделей для Дели Леши. Представляешь, что любят большие модели. Почему? Потому что у них самый крутой расход, точнее самый маленький, а мы топим за бюджетный вариант. И очень глубоко можно порезать. Нужно постоянно менять маленькие диски. Ну и конечно же есть НО. В кривых неумелых руках эта крутая машинка превращается в неуправляемый фауст патрон среднего радиуса действия. Если видите, что новичок пилит на себя, его нужно обойти сзади. Если он пилит от себя, значит он еще пороха не нюхал. Ну а мы продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И как это работать, кто-то подскажет То есть я сейчас буду делать, допустим, стол себе, барный стол, компьютерный стол, какой-то шкафчик После каждой работы у меня будет вот такой вот срач Получается, у меня часть контента будет ровно уборка Имеет не нравится Проблему с мусором решит Леха Ну а мы сейчас достаем пульверизатор Окрашаем все 8 наших угловых полок Без всяких кисточек, валиков, чисто бомбанем пуликом Натянем лазерку И по лазерке поставим все 8 штук Плюс-минус подработаем кувалдой Подработаем там сваркой И будет все отлично В смысле? Что это такое? Олеся, что такое биполярное расстройство? Сайт translateyandex.ru Дает такой ответ Биполярное расстройство, ранее известное как маниакальная депрессия Это расстройство настроения Характеризующиеся периодами депрессии И периодами ненормально повышенного счастья Которые длятся от нескольких дней до нескольких недель Поэтому я не псих, я просто очень веселый Больной не отвлекайтесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 есть, то есть закинул, и там лежит все месяцами, годами, никому не мешает, никого не трогает, а он там лежит. Вот я думаю, что первый будет здесь, а вторую возможно сделать еще вот тут над воротами, вот тут вот. Ну, это не точно. Вторая система хранения, это когда все на своем месте. Грубо говоря, малярка, столярка, сантехника, электрика, сварка, болты, саморезы, всякая-всячина. То есть в любое время я прихожу, открываю вот тут, я знаю, что здесь не только вот по электрике или по сантехнике, что автоматы, там, провода, нужно искать по всей мастерской, а не строго в одном месте. Это будет круто, это будет идеальный порядок, мы к этому будем стремиться. Третий система хранения, это у нас рабочее место. Ну, то есть, если работаю вот только в одном месте, что-то собираю, что-то монтирую, что-то корректирую, у меня все должно быть на стеночке, либо вот в этих вот ящиках крайних. Мне не нужно за отверткой идти вон в тот край, а за постижами вон в тот край. У меня все должно быть в радиусе вытянутой руки в рабочем месте. Не знаю, как это все будет организовано, но мы к этому будем стремиться. Ну и последнее у нас, четвертое, это инструмент. Сейчас, наверное, по всей мастерской, там где-то лобзики, вон циркулярка, провода, болгарки, сварка, аккумуляторный инструмент, все по всей мастерской. Спойлер на будущее, тут будет разборный верстак для черновых работ, потому что чистовые работы, ну, блин, вот я поработал и все, засрал все, поэтому тут чистовые будут и разборные, когда будет что-то вот со сваркой, с болгаркой связано, будет где-то вот тут вот, ну, на временно черновом верстаке. Поэтому вот для двух стен нужно придумать систему хранения. Если есть идеи, у кого-то подсмотрели, где-то видели, то есть натолкнуть на мысль, подсказать, вот тут есть ссылка на телеграм, либо на сам ютуб, скиньте, я посмотрю, там типа муж, у меня нет слов, вот хочу, сделаю себе так же. Как-то бюджетненько я себе организую, ну уж на парочку крутых полок можно будет организовать. Около верстака, когда весь инструмент под рукой, аккумуляторный, на губу наступил, проводной, конечно же, поэтому у меня везде есть розетки. Достал, поработал и удобно, и быстро, и классно. То есть всего четыре системы хранения. Первую мы сделали сегодня, это каркасные кронштейны. Второе будет, это у нас организация столешницы и рабочего места уже. Ну, я же начался с рабочим местом, мы уже хорошенько так его организовали. Сделал все из фанерки, покрасил в белом, как и многие просили, и наклеили ЛГБТ-подсветку. Сейчас мы ее включим, я вам покажу. О! Правда, пульт мы потеряли, но это как обычно. Но в целом, да, согласен, белый цвет смотрится очень неплохо. Ладно, фанерка тут белая, да, тут рабочая зона, отсвечивать будет красиво для фона. Представляете, если бы было все полностью белое, и потолки, и полы, и стены. Ну, реально, это была бы психушка. Так, а сколько время? Девять. Ну, уже можно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну не брас а можно еще аккумуляторную какие бибиби кому там сигнали шкачейки да не те курьеры пошли гиги 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 нас я ж матери не засудят шикарно катюх давай давай еще раз мамуха в кадр упала а если лови садись не только словить давай мне это мне это мне это мне нет это мне хотел маленькую все это в кадре на меня ой 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 ой